МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Наркотики и вредные привычки, модные и экстремальные виды спорта. Как оградить наших детей от сомнительных увлечений, кто в ответе за их безопасность и как наладить диалог с трудными? Об этом не только говорим сегодня, в ближайшие 40 минут. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома Анатолий Васильев. Анатолий Анатольевич, добрый день. Рад видеть. Спасибо. Старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Вера Замойская. Вера Максимовна, рад видеть. Здравствуйте. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгений Миткевич. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Добрый день. Милости просим. И начальник отдела воспитательной и социальной работы Управления образования Гомельского облсполкома Ирина Дробышевская. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Наркотики по-прежнему наносят вред тысячам белорусских семей, ломают судьбы. И, я так понимаю, к сожалению, Гомельская область здесь не исключение. Витак Анатолий Анатольевич. Абсолютно верно. Если обратиться к сухим цифрам статистики, то за 9 месяцев текущего года на территории Гомельской области только по статье 328 Уголовного кодекса, это статья «Незаконный оборот наркотиков», возбуждено почти 800 уголовных дел. Кроме этого, необходимо отметить, что из этих 800 уголовных дел 333 связаны со сбытом наркотиков. Если сравнить абсолютные цифры с 2015 годом, то следует в общем вале количество уголовных дел возбужденных немножко меньше. Однако сотрудники милиции активизировали свою работу именно по выявлению каналов поставки наркотиков и задержанию лиц, которые их распространяют. И необходимо отметить, опять-таки, благодаря работе всех заинтересованных, нам удалось за 9 месяцев добиться количества возбужденных уголовных дел в отношении несовершеннолетних. В общем вале снижение произошло на 6 фактов, вместе с тем на 11 фактов выросло количество возбужденных уголовных дел за незаконный сбыт наркотиков, совершенных именно несовершеннолетними. Потребность в дозе на что только не толкает, в том числе и на преступления, ведь так? Абсолютно верно. Наверное, на слуху у многих комельчан случай, который произошел на улице Докутовича, когда трое молодых людей, фактически попробовав единоразовые наркотики, одного сделали инвалидом, а двое отправились в места лишения свободы. И, конечно же, количество краж, количество хулиганств, количество грабежей, определенный удельный вес именно составляют те лица, которые находятся в наркотическом состоянии. Но, опять-таки, благодаря той работе, что мы провели, если брать, вот мы, тема нашей передачи, это в первую очередь, конечно, несовершеннолетние, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения за 9 месяцев у нас уменьшилось с 9 до 7 фактов. Это, конечно же, говорит о том, что в целом на территории Гомельской области проводится достаточно эффективная работа по профилактике данного вида преступлений. Все же за где-то сухими цифрами и фактами есть реальные судьбы. Гомельчан, жители Гомеля и области, Вера Максимовна, мой вопрос вам, не сколько как прокурорскому работнику, а как к матери. Истории до дрожи по коже ведь так? Конечно, и я думаю, что здесь очень важную роль еще играет и сама психология молодежи. Им еще хочется все самим попробовать. И сколько мы говорим о том, что это опасно, что можно и не нужно попробовать, спать, остаться навсегда инвалидом, к сожалению, иногда молодежь предпочитает попробовать это на себе, и иногда, к сожалению, приводит к печальным последствиям. И сегодня действительно мы проводим большую работу, объясняя, какие последствия могут наступить и в законодательном плане, и длительные сроки лишения свободы. Ведь 8 лет лишения свободы несрочнолетнему, которому 16 лет, и он выходит уже из места лишения свободы. Жизни перечеркнута. Жизни уже нету. А это время, когда можно получить профессию, когда надо развиваться. И, конечно, это очень больно. Я хочу сказать, что, конечно, мне как и женщине, особенно матери, конечно, когда видишь детей, которые губят свои жизни, вот недавно буквально случай был, когда несрочнолетний обкурился так, что вообще не понимал, что он делает. По улице ходит, милиция обратила внимание, у него телефон, по телефону говорит, но телефон даже не включен. Он вообще, и он говорит милиции, а мы здесь проводим акцию по борьбе с наркотиками. То есть сам вообще не понимает, что он делает. И, видя вот эти, такие потерянных детей, не знают, что они, кто они, и что они делают. Конечно, это очень больно, и действительно необходимо сделать все для того, чтобы оградить наших детей от этой беды. Сейчас разработаны памятки, в частности, касается уголовной ответственности и административной, потому что произошли изменения в административном кодексе. У нас очень часто раньше обращали внимание на свай, почему нет ответственности. Сейчас изменения и ответственность за употребление на свае тоже привлечения к административной ответственности. Вообще, если говорить про ответственность, она и до этого была достаточно жесткой. Евгений Геннадьевич упомянул, что в конце июля 2016-го были внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях. Анатолий Анатольевич, расскажите о наиболее значимых новшествах. Новшества связаны с так называемым веществом, как на свай. Давно уже МВД Республики Беларусь и Генеральная прокуратура инициировали введение ответственности именно за распространение и употребление на свае. У нас на центральном рынке, соответственно, знали мы точки, где недобросовестные индивидуальные предприниматели осуществляли свой, если можно так сказать, серый бизнес. Мы привлекали их к административной ответственности по различным статьям административного кодекса. Однако с введением административной ответственности по статье 16.10 в настоящий момент мы уже можем не просто человека, который продает на свай, но и в первую очередь кажется, вот такой вот факт, просто несовершеннолетний, молодой человек идет, в компании ему рассказали, что на свай это очень модно, надо попробовать. Даже приобретя эту одну дозу, человек будет нести ответственность. По статье 16.10 предусмотрен или предупреждение, или штраф до двухмазовых величин, и необходимо отметить, что законодатель фактически разделил на две части. Это первое, те действия, что происходят с массой на свая до 50 грамм, и те действия, что происходят с массой на свая более 50 грамм. Так вот, все, что связано с те действия, хранение, транспортировка, изготовление с массой на свая более 50 грамм, накладываются штрафные санкции, штрафные санкции очень серьезные, а также административный арест до 25 суток. Хочу привести сразу пример. Вчера территория Центрального района был задержан гражданину, у которого с собой было больше одного килограмма на свая. Решением суда он получил 10 суток административного ареста. У него будет 10 суток подумать о том, все-таки каким бизнесом ему заниматься, или легальным, или нелегальным. Но также произвести изменения в статье 17.15. То есть те лица, должностные, которые владеют развлекательными заведениями или осуществляют контроль в развлекательных заведениях, сейчас будут нести ответственность, если будут установлены факты, когда они своим бездействием способствовали тому, что в их увеселительных заведениях употребляли наркотические средства. Ирина Юрьевна, подключайтесь к разговору. Как вести войну с наркотиками в школах? Как это делают педагоги уже сегодня? В Министерстве образования Республики Беларусь утвержден и рекомендован для учреждения образования перечень мероприятий, направленных на предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ. Среди них в последнее время выделяется психосоциальное анкетирование, которое проводится ежегодно, в ноябре-декабре в учреждениях общего среднего профессионально-технического средне-специального образования. В прошлом году в этом анкетировании приняли участие более 65 тысяч учащихся учреждений общего среднего образования, то есть школьников. Из этих 65 тысяч порядка двух тысяч определились дети, которые склонны к аддитивному поведению. То есть те ребята, которые могут, либо уже употребляют, либо психотропные, либо наркотические, либо вещества, либо алкоголь. С этими ребятами будут более тесно работать педагог социальный, педагог-психолог. Будет проведена определенная работа с родителями. Кроме того, есть и перечень традиционных мероприятий, таких как выступление ученических агитбригад, проведение тематических классных и информационных часов, общешкольных и общеклассных родительских собраний. Ну и, безусловно, особый акцент мы делаем на работу с родителями. Здесь действительно стоит подчеркнуть, работа с родителями, мне кажется, должна быть еще более серьезной, потому что сегодня и им нужна помощь. Евгений Геннадьевич, подключайтесь к разговору. Как родителям подсказать? Сегодня, как минимум, половина родителей не знает, как выглядит курительная смесь. Как же они смогут помочь, предотвратить? Вы знаете, это единые дни информирования, это встречи в трудовых коллективах, это личные беседы. Вы знаете, что в последнее время, очень часто встречаясь с родителями, которых постигло горе, их ребенок попал в вот эту непростую ситуацию. И вы знаете, когда вот это случилось, тогда они начинают активно вести свою родительскую работу. И задаюсь вопросом, милый, а где же вы были? Мы вам не раз говорили о том, что обратите внимание на ребенка, на то, что появились какие-то причины, которые могут привести к тому, что у него есть лишние деньги, у него появился какой-то дорогой телефон, у него появились новые друзья, у него не все в порядке психикой, у него не все в порядке. За поведением нужно следить ребенка как к ним. Где же вы были тогда? А сейчас, когда возбуждено уголовное дело, когда эту ребенку светят 8 и более лет, и мамы начинают... Но мы всегда советуем, раз это произошло, тогда идите до конца, покажите свою любовь, нанимайте адвокатов, и уже в рамках судебного разбирательства будет вынесен приговор. Ирина Юрьевна, если все же подросток оступился, помочь вытянуть его из этого болота еще можно? Безусловно, можно. Но, на мой взгляд, здесь должна быть выстроена целая система. Один педагог социальный или один педагог-психолог учреждения образования ни в коем случае не сможет справиться с теми задачами, которым в этом направлении будет перед ним стоять. Здесь должны подключаться и педагоги, и родители, безусловно. И еще очень необходимо, конечно, желание самого ребенка. Если с ребенком сложно, то тут только совместно и с нашими представителями правоохранительных органов, когда разъясняется, какие будут действия в дальнейшем для него, сюда мы подключаем и учреждения здравоохранения, безусловно. Когда приходят врачи-наркологи и рассказывают о том, какие последствия для здоровья будут путем употребления этих веществ. Когда мы показываем, демонстрируем видеоролики, видеофильмы, что бывает с теми детьми, с теми несовершеннолетними, которые употребляют эти наркотические и психотропные вещества, все это оказывает влияние на наших сегодняшних детей. Но мы работаем в комплексе, тесно, и такая совместная работа навсегда приносит положительные результаты. Хочу дополнить, сейчас в городе Гомеле начинается реализация проекта под эгидой комиссии предназначения несовершеннолетних Росполкома. В его реализации будут принимать участие и прокуратура области, наркологический диспансер, учреждения здравоохранения, социального обслуживания. То есть будет оказана социальная медицинская помощь несовершеннолетним, которые уже употребляют наркотики. Есть целая программа, уже разработан проект, где, в общем-то, поставлены задачи. Мы знаем, как можно помочь. В каждом случае, конечно, будет индивидуально. Но правильно было сказано, сегодня надо работать как с самим несовершеннолетним, так и с его семьей. Только в таком случае можно достичь положительного результата. Это будет такой пробный проект, который в дальнейшем, если он окажется результативным, то будет реализован на всей территории области. Я хочу обратить внимание уважаемых телезрителей, родителей, о том, что этот проект анонимный, о том, что будет оказана анонимность именно для тех несовершеннолетних родителей, которые попадут в эту программу. Поэтому просьба обращайтесь и соответствующие службы окажут содействие в решении той проблемы, которая на сегодняшний момент есть у вашего ребенка. Сегодня мы по большей части говорим о так называемых трудных детях. А кто они, трудные дети, трудные подростки? Те, кто не очень умело перешагнул переходный возраст, Вера Максимовна? Это обычные дети. Это обычные дети. Наши дети. Наши дети, которые имеют какие-то определенные отклонения поведения. Поэтому дети, каждый ребенок, он особенный. И тот же трудный ребенок, если с ним работать индивидуально, он достигает определенных результатов, становится победителем Олимпиады и отличником в учебе. Поэтому это обычные дети, которые живут среди нас, которые имеют определенное отклонение поведения. Чаще всего это связано с переходным возрастом, конечно. Почему-то мы говорим только вот это слово трудное относим к подросткам. Хотя у нас есть и родители, но мы к ним всегда говорим о том, что они недостаточно внимания уделяют воспитанию своего ребенка. А когда мы говорим о подростке, почему-то это трудно. Здесь, скорее всего, необходимо употреблять такие термины, как подростки, требующие к себе повышенного педагогического внимания. Иногда мы говорим о том, что подростки, стоящие на различных видах учета, различного вида учета. Но хотел бы сказать о том, что среди нормальных ребят и в хороших семьях появляются подростки, которые совершают и преступления, и правонарушения. Еще одна тема для разговора. Новомодные экстремальные виды спорта молодежи, виды увлечений молодежи. Что в этом плане больше всего беспокоит специалистов, Анатолий Анатольевич? Ну, в первую очередь, нас, как сотрудников правоохранительных органов, беспокоит личная безопасность этого молодого человека и какой он может вред причинить как своему здоровью, так и здоровью, соответственно, окружающих. К эфиру подготовил выдержки из так называемых зазывалок в социальных сетях. Роупджампинг, прыжки с веревкой с высокого объекта, возможность ощутить радость свободного падения, поверить в себя. Руфтинг, относительно новый вид экстремального отдыха, увлекательные прогулки по крышам. Возможность ощутить радость, почувствовать себя более уверенно, как заманчиво звучит. Ведь правда, Вера Максимовна? Я думаю, что это звучит только заманчиво, и тот, кто это предлагает, те люди как бы хотят тоже чем-то выделиться и самореализоваться, потому что, в общем-то, это только звучит заманчиво, а заканчивается трагедиями. Начнем с того, что это для кого-то бизнес, ведь так? Да, да, так всегда где-то, когда появляется какое-то новое движение, как и те же, вот, что мы говорили о наркотиках, ведь это страна две медали, да, кто-то получает прибыль, а кто-то теряет жизнь и свое здоровье, поэтому и здесь то же самое. Я хочу сказать, вот у нас недавно было рассматриваться вопрос несовершеннолетний, который селфи делал на крыше дома и упал. Чудом остался жив, чудом, потому что девятиэтажный дом, вот, вот чем закончилось, кажется, безобидное такое развлечение, а могло закончиться вообще решением жизни. А ответственность за такое поведение предусмотрено, конечно, личное здоровье, можно сказать так, дело каждого. Но ведь, простите, огромное количество служб вовлечено в эту безопасность. Ну, разрешите, да, я столкнулся с этим вопросом, я вот смотрю на ваш ролик, вы, конечно, гуманные, я видел совсем другой фильм, который был на белорусском телевидении, там показывали, как люди срывались и погибали, то есть здесь показывается о том, что это все хорошо. А неизвестно, сколько героев этого ролика сегодня ходят на своих ногах. Поэтому, я говорю, вот на белорусском телевидении видели, когда ребята, взрослые люди падали. Мы столкнулись с это в Петриковском районе, когда парень тоже залез на вышку, и вот его, эта попытка закончилась гибелью, ребенок весной текущего года погиб. Был недавно случай, опять у нас по весне, когда двое подростков вышагивали, вот здесь Новобелевский мост есть трубы, которые находятся на высоте 10-15 метров, когда один из журналистов средств массовой информации сфотографировал, разместил, но мы по фото этих подростков старались найти, кто же это. Нам найти их не удалось. Так вот, я хотел бы обратиться ко всем людям, в том числе представителям средств массовой информации, почему нельзя было набрать очень интересный номер 102, для того, чтобы приехала милиция и приняла соответствующие меры. С нашей стороны, соответственно, принимаются меры всеми службами для того, чтобы не допустить проникновения на крыши таким объектом и другие моменты, которые мы решаем для того, чтобы предотвратить вот эти случаи. То есть, вы призываете зрителей, в том числе, не проходить мимо, увидели вы, что чужой ребенок, если говорить, конечно, что чужих детей не бывает. Но не проходи мимо. Толя Анатольевич, еще один случай, совсем недавно уже Речицкий район. Речицкий район, девушка тоже возомнила себя экстремалом, в результате сейчас она находится в больнице. Слава Богу, что все-таки мы надеемся она выйдет через несколько месяцев, однако, те переломы, что она имеет, определенное количество суток ей придется провести в больнице. И еще хотел бы остановиться, Евгений Иванович правильно сказал, но он видел фильм по белорусскому, телевидению, вместе с тем, посмотрите, какое засилье, вот если мы даже первому, к первой части нашего разговора вернемся, какое количество роликов было, какое количество предложений по покупке спайса, интернет-магазина, сейчас уже такого нету, вместе с тем, оно настолько была продуманная реклама, и посмотрев глазами несовершеннолетнего на ваш экран, самому хочет, самому хочется попробовать. Подросток пойдет за ними. Абсолютно верно. Так может быть нужна ответственность за теми, кто... Да, это первое. И второе, что бы я хотел сказать, мы все не дорабатываем, хотел бы обратиться к средствам массовой информации, почему бы на этот ролик не наложить продолжение, как мы сказали, и сколько там уже, извините, закопано на кладбище, а сколько лежит в реанимации, чтобы все-таки несовершеннолетний, да, некоторые возразят, скажут на психику несовершеннолетнюю, как оно повлияет, но может это отрезвит кого-то, а самое главное, на родителей отрезвит. То есть должна быть ответственность и особый контроль сегодня еще и за интернет-пространство, которое и заинтересовывает ребят. Сегодня, смотрите, очень обсуждалась тоже тема, в интернете появились специальные призывы к совершению самоубийств, помните, было, тоже же обсуждала широко эта тема, и, конечно, тоже очень большое опасность представляет для жизни детей, потому что наши дети сегодня живут где? В интернете, они всю информацию получают оттуда. И, конечно, родители здесь должны быть очень бдительными и отслеживать, что чем интересуются дети. В том числе и что смотрит их ребенок с экрана компьютера. Это самое главное, конечно, во всех отношениях и общении, с кем общается. Интернет сегодня дает возможность родителю получить информацию о своем ребенке, если лично не удается, контакта нет посредством его изучения, его интересов. Кстати говоря, у нас есть видеоролик в тему разговора. Его герой парень из Бреста, который в рамках гомельских гастролей взялся покорять местные высоты. Давайте посмотрим, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Мы находимся в Гомеле, да, и одна из причин, по которому я сюда приехал, это руфинг. И Гомель невероятно красивый город и очень много много этажей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Погнали, уже не могу ждать. Офигенный вид на Соши, люблю Гомель, я не зря сюда приехал. я только час назад приехал, уже наезд куда-то, на мост. Здесь офигенный вид. Не провалиться бы только с этой плитой и не упасть. Это бы и выглядят сверху. Реально, не хотелось бы туда падать, конечно. Идёшься нафиг. Ребят, просто идём на Эверест. Сложное восхождение. Каждый шаг это жесть. Опять провалился. Смотрите мою ногу. Смотрите мою ногу. Мы выбрались, ребята. Неужели? Никому не советую это повторять. Тут реально опасно. Всё, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Просто уже нет сил говорить. В эфире Гомель. Это студия на Пушкина 8. И мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь, а я буду продолжать вытворять новые и новые эксперименты. Глядя на всё это глазами милиционера, хочу сказать, в первую очередь, все объекты, конечно, были узнаны, но, опять-таки, я хочу пройтись по тем, кто, наверное, немножко недорабатывает. Мы видели улицу Братьев Лизюковых. Уже объект очень долго находится в стадии строительства. Вместе с тем, почему на этот объект обеспечен свободный доступ любого постороннего. Однозначно, собственник должен принимать меры для того, чтобы все выходы на чердак, соответственно, всё было закрыто. Должна, соответственно, работать нормально сторожевая охрана для того, чтобы потом не было вот этих шокирующих кадров видеосъёмки. Потому что я понимаю, основное для чего это было сделано поставить лайки. Но это я уже считаю, я, конечно, не медик, но тут уже что-то и отклонения в психике уже идут определенные. Потому что мы чётко слушали, так не делайте, потому что это может и в том числе и плохо закончиться. Ну, у меня тоже такие же мысли возникли, почему свободен доступ к объектам, которые должны быть закрыты. И, конечно, объясняется поведение молодого человека, только, наверное, укрепить где-то свою самооценку, популярность получить какую-то, и рекламу. Я думаю, что после просмотра вот этого видеоролика те службы, которые ответственные, наведут порядок, примут какие-то меры, в том числе и те учреждения, на объектах, которых он был. Ну, и здесь хочу сказать, что это заказной, скорее всего, материал, это зарабатывание денег. Я думаю, что здесь всё проплачено именно теми людьми, которые заинтересованы в некоторых вопросах, моментах. Анатолий Анатольевич, вот если говорить про мост через реку Сож, сколько разговоров по этому поводу? Мы смотрим сейчас для молодого человека с не самой здоровой психикой, а именно так, скорее всего, преграда в полметровую решётку, это невозможность остановить его. Может быть, действительно стоит что-то большее там сделать? Пока даже сложно ответить, но сразу могу сказать, конечно, поставить пост милиции туда на 24 часа в сутки, но у нас не всегда получится, может быть, те самые решётки сделать больше? Чтобы однозначно любитель различного рода таких вот игрищ, по-другому не назовёшь, чтобы он не мог через них перелезть, но опять-таки, это надо решать в комплексе, эту проблему, силами одних сотрудников милиции её не решить. Я бы ещё хотела добавить, Александр, о том, что, к сожалению, в последнее время мы как педагоги наблюдаем за тем, что вот это вот направление в соцсетях, в интернете, оно приобретает особую популярность у молодёжи. И, на мой взгляд, одними запретами решить данную проблему нам не удастся. То есть мы видим, что сегодня у молодёжи достаточно востребованы экстремальные виды спорта. Да, безусловно. Могут ли альтернативой быть те самые кружки, в том числе, достаточно с активным спортивным направлением, которое создано и в Гомеле, и в районах? Да, вот сегодня мы как раз и работаем над тем, чтобы предложить нашим сегодняшним подросткам, нашей сегодняшней современной, креативной, творческой и очень энергичной молодёжи такие формы внеурочной полезной занятости, которые будут востребованы и которые могут стать яркой, интересной альтернативой вот таким вот формам, которые мы видим в интернете. Могу привести несколько примеров. Сейчас очень популярно у нашего подрастающего поколения, и мы всячески рекламируем это направление деятельности, это сфера туризма. Например, скалолазание. У нас оборудованы на базе центров туризма и краеведения в районах, в городе Гомеле, скалодромы. Они сегодня очень популярны. Это Жлобинский скалодром на базе центра туризма и краеведения, в городе Добрыши на базе физкультурно-спортивного центра. Картинг-трек. Это достаточно доступная по ценам услуги. Вполне доступны. Сегодня наши объединения по интересам, которые работают на базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Это центры творчества, центры туризма, центры технического творчества. Они на 90% сегодня бесплатны. Есть только определенные перечни объединений, которые у нас на хозорасчетной основе, и плата там, безусловно, тоже невелика. А насколько загружены сегодня эти кружки и секции? Если мы сегодня говорим про такие, как выразиться, экстремальные формы, да, как скалолазание, там, водный туризм, пешеходный туризм, велосипедный туризм, робототехника, то они сегодня загружены максимально. Наплыв детей такой, что не всегда данное учреждение справляется. Часто на конкурсной основе наверняка прием в эти секции? Ну, конкурс я бы не сказала. Мы стараемся взять всех тех ребят, которые к нам пришли. И если на базе данного центра нет возможности открыть несколько групп, то мы открываем кружки от данного центра на базе школ. Самое главное, что здесь идут занятия под контролем специалистов. Наверное, да. И это действительно важно. Безусловно, да. С соблюдением, правда? С соблюдением всей техники безопасности, с необходимым амбудированием и техническим обеспечением. Если мы берем, допустим, спортивное ориентирование, то здесь и веревки определенные, да, и защитные шлемы, и так далее. А вот здесь вот в соцсетях, когда мы видим, да, и эти селфи на крышах домов и на каких-то мостах, они все идут без какого-либо амбундирования, без какой-либо страховки. То есть вы готовы заверить подростковые родители и гомельщины, что за хорошим настроением, за новым опытом и за личностным ростом можно прийти и в кружки и секции гомельской области? Безусловно. Для этого мы всячески развиваем рекламу среди не только наших обучающихся учреждений, но и среди родителей, потому что заинтересовать родителя тоже дорогого стоит. И начиная уже с такого возраста, как пять лет, шесть лет, ребята посещают наше объединение и потом переходят, получают мастеров спорта и движутся дальше. Уважаемые гости, новый учебный год, впереди очередные каникулы, как сделать отдых и, конечно же, процесс обучения наших детей безопасным и полезным. Мы всегда готовим план мероприятий, поэтому все службы свои предложения нам предоставят. У нас есть задумки, не только те субъекты профилактики, которые постоянно участвуют в проведении тех или иных мероприятий. В основном мы заинтересованы в том, чтобы детей постараться вывести из школ. Потому что преподаватели всегда с детьми сентябрь-октябрь, а мы хотим, чтобы дети пошли и в другие учреждения. Учреждения культуры, учреждения спорта пошли в те же самые отделы внутренних дел, РУЧС, другие какие-то объекты, чтобы они там тоже полезно занимались. В том числе и спортивные мероприятия. мы будем проводить с училищем нашим, соответственно, которое расположено на Комсомольской. Мероприятия уже запланирована для того, чтобы детям показать достопримечательности спортивных объектов города Гомеля. Мы постараемся сюда привезти ребят из ближайших районов. Это Ветковский, Гомельский, Добрышский, Будокошелевский район. И целый день они проведут на спортивных объектах города Гомеля. Что касается средств массовой информации, то мы проговаривали уже с руководителем нашего областного телевидения о том, что мы пригласим сюда тоже ребят, чтобы они познакомились с этим. объектом, чтобы они посмотрели, как работаете вы, Александр, ваши коллеги. И таким образом мы приобщим ребят все-таки приятного, полезного. В скором времени у нас стартует каникулярный период. В этот период все учреждения образования работают не менее напряженно, чем и в учебное время. Значит, в учебный период большой отрезок времени наши обучающие тратят на учебу. И на свободное время остается не так много возможностей. А вот уже в каникулярный период здесь времени очень много. И поэтому наше учреждение образования нацелено на то, чтобы именно в период каникул предусмотреть максимальное количество интересных форм полезной занятости. У нас будут открыты спортивные залы, будут работать различные спортивные секции, будут организованы интересные походы, экскурсии. Мы планируем организовать экскурсии в музеи. Мы планируем сделать так, чтобы наши обучающиеся посещали учреждения культуры, учреждения, например, спорта в том числе. И в нашей работе мы стараемся, наши учреждения образования стараются максимально задействовать всех субъектов профилактики. Но ведь часто скептики говорят, за каждым шагом ребят не уследить, ведь так? Да, это так, но стремиться к этому нужно. Можно немножко подытожить, хочу вот именно этот блок про эффективность проводимой нами совместной работы профилактической. По итогам работы за июнь, июль и август 2016 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ровно в два раза меньше, чем за летний период 2015 года. И эта тенденция у нас продолжается уже на территории Гомельской области не один год. То есть то, что мы делаем, оно однозначно дает свой эффект. К тому примеру, уже ставший имиджевым проект «Курсанты», не так ли, Евгений Геннадьевич? Да, в этом году отметили пять лет, как действует этот проект. Огромное спасибо хочу выразить руководителям военно-транспортного факультета нашего Белорусского государственного факультета транспорта, всем субъектам профилактики, которые принимают участие. Он стал у нас, как говорится, культовым. Но здесь, благодаря тому, что мы опять межринственное взаимодействие, наша войсковая часть 55-25, наш пограничный отряд, как гомельский, так и мозырский, и в Лове был открыт отряд «Патриот», и на базе войскового части 55-25 здесь был открыт отряд, работал «Граница», и в Ельском районе, в других пограничных регионах были созданы такие военно-патриотические отряды, которые работали, ребятам понравилось. Хочу продолжить эту тему. у нас в интернете существует в социальных сетях страничка «Курсанты», где ребята, которые побывали в этом лагере военно-патриотическом, они общаются, отслеживается их судьба. И я вот приводил пример о том, что четко видно, кто совершает преступления, кто совершает правонарушения, кто получает какие-то сроки. Но не без этого, потому что не все ребята стали на путь исправления, но все-таки этот проект он живет. Я думаю, что в дальнейшем при нашем межридностном взаимодействии он и дальше будет жить. Вера Максимовна, подключайтесь к разговору. Дети и проезжая часть, дети и водоемы, дети и открытые форточки. Какие еще болевые точки есть у этой стороны медали? Я хочу сказать, что, конечно, безопасность детей и особенно в каникулярных времени, она особенно возрастает, потому что дети больше времени предоставлены сами себе где-то. И поэтому должны мы прежде всего, как я уже всегда говорю, научить детей безопасному поведению, научить детей ценить жизнь. Действительно, вы правильно сказали, нельзя все время быть рядом с ребенком. Мы должны прежде всего научить самого ребенка быть ответственны к своей безопасности. И сегодня, конечно, делается очень много для того, чтобы детей обучить безопасной жизнедеятельности. Я вот очень восхищена нашим центром по обучению безопасной жизнедеятельности единственной в республике. И сегодня на базе лица МЧС существует такой центр, где где-то больше 15 тысяч детей уже посетили его. И они реально учатся, как себя вести в любой какой-то ситуации. К сожалению, конечно, дети гибнут. И как бы это ни печально было, но... Какие наиболее проблемные сферы сегодня? Действительно, вы назвали самые проблемные сферы. Это летом это были окна, начался отопительный сезон, это начнется пожары. И, конечно, осенью проблема суицида возрастает, потому что сама погода, серость, где-то какие-то проблемы, которые существовали летом, они более легко переживали. Сегодня они переживаются более тяжело, потому что проблема суицидов, как правило, к сожалению, тоже возрастает в это время. И, конечно, дети гибнут, к сожалению, на дорогах. Их здесь, надо сказать, что сегодня дети больше знают и больше соблюдают правила дорожного движения, чем сами взрослые. Мы сегодня неоднократно наблюдаем, как мамы на красный свет ведут своего ребенка, ребенок может сказать, мама, нельзя. Да? Когда дети едут в качестве пассажиров не пристегнутые, и тоже об этом говорится очень много, но почему-то родители, сажая детей в машину, не пристегивая, не понимая той ответственности, которая может наступить. В этом году у нас один ребенок погиб в результате дорожного транспортного происшествия, но наши дети гибли и в других районах. Вот всего нас трое детей погибло в результате дорожного транспортного происшествия. А всего порядка 40 происшествий в области произошло с участием детей. И, конечно, проблема выхода на проезжую часть, это наиболее частая проблема, когда дети травмируются. Поэтому сферы безопасности очень... По-прежнему в центре внимания. Здесь мы с вами говорили про трудных детей, а уж простите за каламбур, как быть, когда трудные родители в семье? Государство в этом плане деткам готово плечо подставить? Естественно. Вы знаете, что сегодня надо сказать, что с принятием декрета 18-го у нас ситуация в области вообще изменилась. Сегодня мы можем сказать о том, что мы видим детей, которые проживают в неблагоприятных условиях. Практически каждому ребенку уже находится в поле зрения, ему оказывается помощь. Работа с родителями, которые недлежащим выполняют обязанности, она проводится и в рамках признания в социально опасном положении, и в рамках декрета, когда отбираются лишние родительских прав. Надо сказать, что сегодня социальное сиротство сократилось, и поэтому, конечно, я думаю, что благодаря только декрету, который объединил усилия всех органов государственных и общественных организаций, удалось добиться результата достаточно положительного в этом плане. Я бы подвести черту нашей сегодняшней встречи хотела бы словами известного педагога Макаренко, который говорил, что научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он стал счастлив, можно. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым и счастливым. Евгений Геннадьевич. Вы знаете, я всегда стараюсь обращаться к родителям. То, что субъекты профилактики проводят определенную работу с детьми, с подростками, работа проводится также и в трудовых коллективах с родителями, мы всегда готовы идти на контакт, на сотрудничество, мы всегда нормально воспринимаем критику, когда нам говорят, что мы где-то не дорабатываем, мы стараемся исправить положение, мы стараемся прийти на помощь, но хотелось бы активности со стороны не только родителей, но и нашего гражданского общества. То есть иждивенчества тоже быть не должно. Знаете, когда часто говорят, ну вот, за наших деток ответственные комиссии по делам несовершеннолетних, общественные объединения, организации предприятия, руководители и так далее. Простите, а родители тогда за что ответственны? Может быть, и нужно как раз таки говорить об усилении именно роли родителей? Мы готовы к диалогу, мы готовы к сотрудничеству, поэтому, уважаемые родители, мы готовы с вами вести работу, которая будет направлена на профилактику негативных явлений в подростковой среде. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова